Библейский портал экзегет.ру представляет конечные победы, и говорят правителям то, что те хотят от них слышать. Иеремий поступал ровно наоборот. Вы против Господа, Господь против вас, в этой войне вы проиграете, лучшее, что вы можете сделать, это капитулировать перед Вавилонинами, царь с его приближенными уже отказался, поэтому будет Вавилонинами убит, а вы, простые люди, идите, издавайтесь им, будете жить. Это краткое содержание 21 главы. Это что? Это проповедь поражения, это призыв к сотрудничеству с оккупантами. Нет, это пророчество. Это разговор о том, как выглядит текущая история с точки зрения Бога. И она выглядит крайне непатриотично, если понимать под патриотизмом, повторение того, какие мы замечательные, как мы всех победим. А в 22 главе Иеремий переходит в наступление. Здесь он отвечает на вопрос, который передают ему от царя Садыки, присланные им царедворцы. Здесь он уже сам начинает активно проповедовать. Вот накануне нашествия, в момент, когда Вавилонин вот-вот осадят город. Так сказал Господь. Иди во дворе царя Иудеева, завести там такое слово. Мало тебе того, что ты отвечаешь на запросы, ты еще сам пойди им скажи. Скажи, слушай слово Господне царь Иудеева, седающий на престоле Давида, между прочим, на престоле Давида, который был верен Господу, а не просто так. Ты и твои слуги, и твой народ, все, кто входит через эти ворота. Это еще и публично царю. Да, вот не просто ответил на запрос царя, не просто пошел к царю и его упрекнул, но еще и при всех. Так говорит Господь. Социальная справедливость, правосудие, милосердие. Все, что требуется для царства. Он не говорит, сделайте себе много оружия, натренируйте свои войска. Он не говорит, пошлите дипломатов, которые обо всем договорятся. Он говорит, живите по-человечески, вот как я заповедовал, помогайте слабому, судите справедливо. И, собственно, это все, что требуется. Ничего себе. Ибо так говорит Господь о доме царя Иудеев. Ты предо мной, что Галаад, словно вершина Ливана. Галаад, холмы Зайорданские, тоже область, населенная в те времена в основном евреями, но уже там язычники потеснили их. Ну, и это такая хорошая местность, да, приятная. Сегодня это Иордания, западная Иордания. А Ливан, и сегодня называется словом Ливан, это такая гористая местность, плодородная, там много всего растет, много животных. Но я сделаю тебя пустыней, безлюдными городами. Я избрал против тебя губителей, каждому дал оружие. Твои лучшие кедры они срубят и в огонь их бросят. Многие народы будут проходить мимо этого города и будут спрашивать друг друга люди, за что Господь так поступил с этим великим городом. И ответят, за то, что они отвергли договор с Господом своим Богом, поклонялись Богам иным и служили им. Вот объяснение, он многократно это говорил, но вот уже момент конфронтации просто, вот, острее некуда. Не плачьте об умершем, головой не качайте. О том, кто ушел, рыдайте горько, ведь он уже не вернется, не увидит родную землю. Ибо так говорит Господь о царе Иудее Шалуме, сыне Иосии, который правил после своего отца Иосии и ушел отсюда. То есть это плач о прежнем царе, но, соответственно, вот он такой пример другого варианта правления. Сюда он уже не вернется. В том месте, куда угнали его, он и умрет. А этой земли больше не увидит. Он был действительно, этот сын Шалум или его второе имя Иохаз выслан в Египет, да, когда там египтяне на какой-то довольно короткий момент завладели этой территорией, включили Иудеев в царство или в сферу своего влияния. Горе тому, кто дом свой строит несправедливостью, чертоги свои беззакония, ближнего заставляет работать даром, за труд ничего не платит. Говорит он, дом большой себе построил, просторные чертоги. Делает себе он окна, обложенные кедром, разукрашенные алой краской. Ну да, строительная программа. Все очень хорошо, все прекрасно работает. Иерусалим хорошеет, расцветает. Неужели ты стал царем, чтобы кедром своим кичиться? Вот отец то и ел, и пил он, но поступал по справедливости и правде потому и был благополучен. То есть, отец тоже жил хорошо, да, не требуется никакая аскетика от царя, но главное поступать по справедливости и правде. Разбирал он дело бедняка и нищего, потому и был благополучен. Это и значит знать меня, говорит Господь. То есть, ни высокое богословие, ни аскетические подвиги, ни какое-то усиленное участие в богослужении, что-либо еще, не работает так хорошо, как работает простая вещь поступать по справедливости и правде для правителя. У тебя же нет ни глаз, ни рассудка. Ты умеешь только искать наживу, лить кровь невинных, творить гнет и насилие. Потому так говорит Господь о царе Иудею Акиме, сыне Иосии. Это еще тут целый ряд правителей упомянут, но, в общем, история более или менее одна и та же. Не станут оплакивать его горе, о брат мой, горе о сестра моя. Не станут оплакивать его горе, о владыка, горе о слава его. Похоронят его, как осла хоронят по волокот и выбросат из ворот Иерусалима. Ну, кстати, о Акиме таких сведений у нас нет. Возможно, он действительно избежал этой участи в силу того, что как-то изменил свое поведение. Здесь, смотрите, здесь даже вот эти цари, они как-то вместе оказываются. Это Сидыки и Аким, Шалум, которого еще зовут Иохаз. То есть, по-видимому, сборник составлен тематически. Да, это не хронологически. Сначала об одном, потом о другом, потом о третьем. А вот это часть начала 20 глав Иеремия и цари. Да, вот с разными царями он примерно одинаково себя ведет. Иди, рыдай на Ливане, плачь под ними в Башане, рыдай на Авариме. Ну, это разные местности, Иудеи, в Израиле и за его пределами. Ибо все любовники твои повержены. Я говорил с тобой, когда ты была счастливой. Но сказал ты, не стану слушать. Собственно, то, что происходит постоянно с пророками, когда народ, страна благополучно, счастливы, то никто не слушает. А когда все плохо, то тогда уже поздно. С юных лет ты так поступала, голоса моего не слушалась. Но вот этот образ постоянный, Иудеи или Израиль, это жены Господа. Вот они верны или не верны своему господину. Пастырей твоих, пасти будет ветер, любовников твоих в плен угонят. Пастыри, то есть, соответственно, те, кто возглавляют страну, любовники, те, кому она склоняется, видимо, языческие божества. А позорена ты будешь, унижена за все твои злодеяния. Обитательница Ливана, вьющая гнездо на кедрах, то есть, очень высоко вознесенная. Застонешь ты, когда муки тебя охватят, словно боль при родах. Клянусь собой, говорит Господь, даже если бы перстнем с печатью моей надеснице был царь Иудея Ихония, сына Иакима, то и тогда я сорвал бы его. А перстень с печатью, ну вот у нас обручальные кольца носят, тогда носили перстни с какой-то печатью, можно было припечатать этим перстнем, тем самым как бы подписать документ, да, заверить, что он тобой прочитан, и ты с ним согласен. Так вот, перстень с печатью, вот то самое главное, да, вот царь, который как средство Господа подписать документ, как средство Господа заявить о своей воле. Но и это не помогло бы, да? Я дам тебя в руки тех, кто жаждет твоей смерти, в руки тех, пред кем ты трепещешь, в руки новых и доносов, царя Вавилонского, в руки халдеев. Я изгоню тебя и твоя мать, что тебя родила в чужую страну. Не там вы родились, но там умрете. А на эту землю, куда они всей душой хотят вернуться, они уже не вернутся. Разве этот человек Ихония, напомню, этот царь Иудей еще один, лишь горшок негодный, разбитый, сосуд ненужный. Почему же его увели вместе с потомками и угнали в страну, которую они не знают? О, земля, 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 слушай слово Господне. Так говорит Господь, человека сего запишите бездетным, во все дни свои он будет несчастен. Никто из его потомков не будет счастлив, не воссядет на престоле Давида, чтобы царствовать над Иудеей. Вот с такой некоторой горечью он говорит о еще одном царе, но проблем не в Ихонии, проблема гораздо глубже, проблема в том, что вообще вот вся эта элита, она занимается чем-то не тем, чем должна быть. В 23 главе Иеремия подробнее нам расскажет, как это выглядит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!